Ну и конечно, такие дельцы дискредитируют сам имидж коммунальных служб. Многие горожане становятся более подозрительными, но, наверное, иначе себя вести сегодня просто нельзя. Нет, ждем подвоха, конечно. Это вы знаете, и не только представители ЖКХ, а и других организаций, и от пенсионного фонда приходят. Поэтому, знаете, сейчас очень много этих подвох. У нас буквально был на днях такой случай. Двое молодых людей в белых рубашечках, представительно одеты, подходят, показывают мужу удостоверение. Он говорит, дайте мне, я рассмотрю, он военный бывший, и он поэтому на этот счет подкованный. Они, говорят, не дают удостоверение. И это опять прям напором, вот им нужно во двор зайти, и что уж в дом попасть, какие у них планы дальнейшие, неизвестно. Но пока у меня проблем не было. У меня лично проблем пока не было. Доверяю, в чем нет. В пределах и в компетенциях. В принципе, я коммунальщиков своих всех знаю в лицо. Люди мне доверяют, я доверяю, не знаю, я доверяю. Доверия нет. Ну, не всем. Ну, не всегда. Ну, скажите про не всегда. Какие такие ситуации были, что доверие вызывают? Ну, нет, не могу сказать. Да, что им не доверять. Я, конечно, с ними еще пока не сталкивался, но почему бы и нет, почему бы не доверять им. Они занимаются тем, чтобы у нас в доме был газ, вода, электричество. Все есть, доверяем. А что им доверять-то-то? И что доверять? У нас сейчас государство ничего не принадлежит. Что им доверять-то-то? Кому? Кому сейчас доверять? Правильно же? Везде 50 на 50. Можно немножко доверить, можно немножко не доверять. И вот так живем.